сейчас я иду стричься а чуть похоже сам стану парикмахером сейчас расскажу подстригся вроде нечеток сейчас пойду подстригать мальчишек и отца на самом деле у меня большой опыт в подстригательстве ну то есть я когда учился в военном училище я всегда стриг всех своих кто со мной учился и когда я служил сурочку я стриг всех своих еще и офицеров поэтому это делать умеем ну сейчас покажу семка первый вот так вот идеальненький переходе куда мокренький еще немножко и радиулька вот радюрку кстати полегче стричь у него это волосы мягче получше его осталась последняя голова вот такой вот сегодня день стрижечек у меня получился это у нас сегодня недавно снова позы но еще у нас есть немножечко химкали решили все сегодня отварить так сказать ну просто на пару готовится это варится грузин и бурятский да у приятных и добро на днях заехал вымыл всю машину сейчас покажу что делал он менячит даже это губка с тряпкой высыхает короче вымыл вообще все 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 полы у меня удашь теперь если вот так вот сделать он ведь пальцы остаются чистые вычистил все сидушки учитывая что у меня здесь ткани не кожи до ухаживать гораздо сложнее чем за кожей все 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 полностью пропылесосил вот это вот все протер единственное что я не сделал значит ну типа химчистку потолка на видите вот эти вот следы как долбили комаров уже которые нас покусали вот они видите мелкие но я помыл эту крышу короче сижу беру тряпку вот так вот хлопс протираю и тряпка грязная такой да ладно неужели неужели такая грязь на потолке я не поверил в итоге я беру пылесос там есть специальная насадка такая щетка и начинаю пылесосить вот смотрите сейчас кадры вставляю просто поглядите я думаю что многие не задумываются о чистоте потолка но там столько пыли просто трындец я пока чистил весь потолок я три раза вытряхивал фильтр короче это жесть в общем все самые-самые у меня понимаете меня теперь даже не все пододвигал даже в этих вот теперь местах вот если вот сюда под сидушку заглянуть вот смотрите палец провожу видите чисто остается я абсолютно везде все вымыл и машина очень-очень сейчас чистое сейчас хочу отсюда забрать чемодан увидеть с нами ездить чем она вот этот вот потому что чуть позже я погоню машину делать его хочу пройти большое этого насколько получится большой пока не знаю вот все как говорится упирается финансами но вообще в принципе обязательно масло там фильтра ну об этом чуть позже а тем временем мульку начала готовить торт дамские пальчики это заварное тесто отчеты пропорции скажешь но они идут пропорции на я делаю побольше у меня три стакана воды 200 грамм маслом и три стакана муки вот это сейчас буду крем делать 400 грамм я люблю много чтобы было пропитана это тут у меня получается 400 грамм сметаны и стакан сахаром чате это взбивать буду после того как все остыло очень остыло добавляем яйца обычно добавляется носим по одному 8 я 6 добавляй перед тем как мы с вами продолжим я хочу вам кое-что порекомендовать мы очень много путешествуем смотрим изучаем какие-то различные места проверяем маршруты проверяем какие-то столовые кафе и рестораны где-то ночуем дикарями где-то заселяемся в какие-то гостевые дома в гостинице так вот для того чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу крыму абхазии мы написали наши авторские гайды у нас их целых пять это гайд по крыму и крым и пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями так и так сказать отель на там есть локации рекомендации куча маршрутов достопримечательности очень много всего следующий наш авторский гайд по большой анапе там тоже куча всего есть контакты жилья маршруты достопримечательности туристические и нетуристические далее по большому геленджику там тоже куча информации есть тропы по которым никто не ходит возвышенности горы крутые пляжи также столовые рекомендации советы следующий наш авторский гайд по большому сочи это очень большой гайд состоящий из двух частей но все-таки сочи то большое мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию все про путешествовали посмотрели изучили поэтому смело приобретайте а для тех кто захочет отправиться в абхазию мы написали авторский гайд по абхазии друзья ценность этого гайда настолько огромная ну как бы в любом случае это другая страна там есть также рекомендации советы кафе где действительно можно вкусно покушать недорого но где-то цены как бы рестораны мы все проверили где покупать шашлыки где покупать даже памперсы тоже это все отметили как снимать деньги где снимать деньги какие карты собрать и так далее подобное все найдете в этом гайде ребятки наши гайды стоит всего лишь 490 рублей каждый приобретайте путешествуйте с удовольствием по этим местам как приобрести есть ссылочка в описании просто нажали приобрели и погнали в путешествие сегодня мы с вами поедем в загс здесь подольске потому что я хочу апостелировать документы это нам нужно для получения в турции в нж да и в принципе такая нормальная тема много где может пригодиться что касается апостеле вообще что такое по стиле по стиль это собственно перевод этих документов такая печать о том то что английский язык о том то что ты действительно получил эти документы в установленном органе то есть нам нужно три средства рождения и средства заключение брака сейчас поедем до едем до загс я вам все подробно расскажу что и как и сколько стоит мы подъезжаем загсу воду чехова чехова в подольске все это делал называется берем документы и пойдемте я конечно честно говоря вообще в максимальном шоке смотрите рассказываю а значит здесь оказывается в подольске а по стиль не ставят по всей московской области ставят а по стиль только в голицыно это короче одинцовский район какая-то там еще деревушка мне ехать примерно там километров 60 до туда это собственно куда ездил в мвд где будет суд что-то меня последнее время видимо оттуда магнитом тянет вот еще самое интересное то что стоимость этой услуги составляет 2 500 за документ то есть у нас три свидетельства плюс о браке это 10000 на минуточку а еще более интересное то что например мирону ой мирону родиону и артему мы получали свидетельство рождения здесь до в подольском нашем загсе свидетельство о браке мы получали тоже здесь в подольском подольском загсе но мирона мы получали свидетельство о рождении в краснодаре и чтобы его постелировать нам нужно ехать в краснодар прикиньте только там можно это сделать если вот вы думаете у вас там тоже столько детей и они везде рождались по-разному то знаете с такой ситуации вы тоже столкнетесь как вариант есть выход она мне рассказала что можно получить свидетельство рождения не кубанская а получить заново здесь как бы ну типа повторное вот я нас ники предложил эту идею насек сказала да ну ты чё как бы все равно двигаться в сторону юга и там сделаем но тут есть небольшой такой минус потому что одно дело если мы приехали сразу в один день мы это выдавали а это делается 5 дней то есть доставляешь документы тебе дают талон когда тебе снова приезжать вот и переезжаешь короче мы не сделали а постель как вы поняли 6 просто 6 я сейчас отправляюсь в автосервис буду загонять машину на того предыдущий по моему видеоролике я говорил что хочу пройти большое то начнем как говорится с малого там дальше посмотрим чем закончится я еду к своему товарищу с которым мы вместе служили он у меня был сержантом и у него есть свой автосервис как бы он такой педант в плане машин все там аккуратненько чинит там туда-сюда хороший электрик вот я еду еще к нему на самом деле впервые вот собственно сейчас вместе с вами посмотрим какой там автосервис как и что вот по цене естественно скажу уже чуть позже в следующем видеоролике да кому это будет интересно по планам это естественно масло фильтра это ступичный подшипник какой-то зашумел это опорный подшипник вот этой левой стойки ну и дальше еще посмотрим возможно снимем турбину и будем ковырять ее возможно поменяем маслосъемные колбачки потому что есть вопросы к машине в плане небольшого задымления у нее иногда она хочет задымлять нас вот но это чуть позже я вам расскажу в общем поехали я кстати в автосервис еду не один попросил мамульку съездить со мной она на своей машине вон там вот на 3 стоит заправляется потому что сервис находится в области это район домодедовский район и оттуда добираться вообще не вариант поэтому мама со мной она учитывая что в отпуске за две недели ни разу не заводила машину горит я так соскучилась за рулем что давай я съезжу с тобой и тебя как бы обратно привезу и грину поехали единство что вот надо из залить топлива и попросила еще и накачать колесо что-то горит вижу что разное давление посмотрим кстати очень много путешествовали вот про чего я вам говорю вот то что салон да так первый раз за семь с половиной месяца я вот прям взялся за такую такса генеральную прям уборку в машине и самое что печальное то что мы много на природе были и как выгнать всех пауков с машины я не понимаю вот сейчас например одного согнал он там на боксе паутину сплю лить ку здоровенный иди отсюда не надо к машине полости и кыш опять он ведь в машине придется и придется уходи уходи мамулька у меня на discovery 3 передвигается хорош горит типа вот это чуть не спущенная но ща будем смотреть ну да вообще печалька 1 и 2 сейчас накачает все теперь все в норме теперь вот можно ехать надо чё-то где-то пропускает тонхаусы каскад парк мы когда-то здесь хотели купить с настенкой тонхаус когда только здесь все строилось там много лет назад но в итоге хорошо что не купили раз слова собственно мы и подъезжаем нам осталось буквально метров 500 600 вообще с жене очень давно не виделись я даже не знаю сколько времени мы часто созваниваемся переписываемся но не виделись давно ваааа вааа вот такая здесь красота ща припаркуемся он же не ходит он поправился здорово привет привет сколько лет до 100 лет сейчас прям пару минут окей видишь у меня подожрало как вижу ну как я не знаю но это надо это как только короче как только ударила эта штука стойка развал ушел понида так вот начало жрать дожди с хождением все оставил тачку выдвигаюсь домой самом деле хотелось пообщаться но он так загружен столько здесь открывай машину что сложно на самом деле кстати вообще как этот если кто занимается чинят машины вам например нужна работка то вот можно например дженни приустроиться сюда в автосервис у него не хватает рук объем машин большой рук мало пока мы ездили настенка приготовил такой вкусняцкий суп как всегда нас выручила доставочка точнее насеньку вот а мы еще потом приехали заскочили на рынок купили много мяса на вечер будет рубль к чуть позже покажу вам что там будет вон еще всякое разное мясо вегетарианцы простите вегетарианцы смотрят да реально сориан сориан это все вот ольга ивановна любит мясо я пока работал все пропустил мамульку уже смотрите вон поставил в духовку рульку накрыла что-то там фольгой что там еще в тарелке даже не знаю ну сейчас все приготовится я уж тогда покажу какая красота получилось гель для детей запеченная рулька булька булька вот с таким вот подливчиком картошечка овощи будем сейчас кушать лопать ты будешь хочешь будешь кости надо камеру выбрать я совсем забыл показать что получилось какая красота это это вообще огромная тарелка от флова флова обычно накладывается да посмотрите вот мои просто нам ее не объять очень много дамских пальчиков друзья вы себе не представляете красота сейчас будем его лопать а полнейший и подробный рецепт мы напишем в яндекс дзен поэтому ссылочку я оставлю обязательно переходите ну что вы готовы смотрите какая красота так 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 ссори если вы смотрите голодными ссори если вы любите такой торт я не могу не похвастаться и вам не показать это вкусно то но долго не буду правда у всех жизни случаются сложные финансовые ситуации и несколько лет назад мы сами в такой ситуации оказались и тогда ничего не оставалось сделать как обратиться в альфа-банк и заказать себе кредитную карту как вы можете заметить до сих пор карточка ездят с нами тогда условия были следующие что мы брали кредитную карту пользовались деньгами аж целых 100 дней вы только вдумайтесь 100 дней пользоваться чужими деньгами и не платить проценты на рынке никто не давал ничего подобное но сейчас альфа-банк пошел еще дальше и сделал аж целый год пользование деньгами без процентов при совершении первой покупки в течение 30 дней после оформления карты также тратя с этой карты деньги вы получаете от партнеров аж до 33 процентов кэшбэка то есть тратите и зарабатываете также вы получите бесплатное обслуживание целый первый год максимальный кредитный лимит по данной карте до 500 тысяч рублей и еще решение по данной карте принимаются за считанные минуты ссылочку на эту карту я оставляю в описании переходите оформляйте и самое главное пользуйтесь с умом с утра уже позвонил жене из сервиса на кто забыл сказал что нужно нужно значит менять шурусы наружене получается пыльник наружные гранаты полностью порван весь шурус он забит песком нужно еще заменить колодки и говорит что резину тоже нужно менять так друг мой у тебя прямо острого просто и по замене резины объясню почему смысла нет спереда назад ставить так как посмотри на протектор половина стерта половина выбирает у нас вектора если поставить эту шину наперед то будет битру вот и на такие дальние расстояния как бы но я не знаю лучше не пожалеть денег и купить шины вот насколько все это выйдет конечно интересном есть еще какие-то истории нужно делать но я хочу делать уже не в россии потому что цены здесь конские решили взять у мамы машину доехать до гаража чё делать мы хотим собрать вещи ненужные и отдать в деревню маме на работе там женщина она отвозит малоимущим одежду у нас вещей не нужно моих выходе все это собрать и чтобы мама на работу отвезла а еще хотим вообще посмотреть что нам может пригодиться в поездку потом в дальнейшем или все-таки мы все оставим гаражей дисковые сидишь и такой вид весь капот виден прикольно конечно но после нашей машины машину такая знаете типа руль камазе крутится тяжелый едет она так тяжело прям интересные ощущение так хотим взять с собой осенние вещи короче что-то хлама увидеть этот как она скупжималку он все поломано это разбита посуда которая сбылай к не доехала дорогие детские игрушки и вон видите колес нету наш танк шикарная игрушка которому все ваще он хана да кресло моё компьютерное понятно макинтош который просто через мясорубку прошел он все оторвано лежит короче такая вот жесть с вещами вот в дискаре очень классный тоже багажник он вообще огромный здесь плюс 6 это окошко и если бы мы бы купили сиди скорее вот уже рассматривал я буду здесь вот на самом деле сделал бы полку то есть какой-то не знаю типа аля фанеры толстый чтобы вот это спальное место было бы например артемкина а мы бы спали вот здесь вот полностью кстати тоже получается полноценная спальная кровать сделать вот таким сыром 1 до 1 мешочек разрезать вообще разрежать ножничками не уже посыпают чем-то теперь этот срок нужно разрезать его как-то из ножницами разрезать я знаю ножничками и он такой сливочный мешочек такой а дальше и это как бы смешивается с чем-то есть и соусом по его разрезать этот сыр да я тебе режу на всех конечно мне не вот вот так вот кусочек мне дать и клади его в салатик сходили погуляли купили арбуз надеюсь будет вкусный я единственно хотел его замерить на нитрату но потом вспомнил что этот прибор замеритель нитрат у меня в машине машина в сервисе поэтому будем кушать как есть вот я буду с вами прощаться увидимся с вами в новом видеоролике совсем скоро пока